Не местный, что ли? Местный. Живу в Кушелево. Где это? Полный адрес какой? Полный адрес. Сфер скопления Девы, местный круг Галактик, Млечный Путь, Рукав Ориона, Солнечная система, Планета Земля, Евразийский континент, Россия, Московская область, деревня Кушелева, Средняя улица, 14. Всем великих свершений, материализаций и гармонии. Этот выпуск не был запланирован в формате видеосказа «Любопытная муха» или «Лабиринт Минотавра», который есть на канале. А кто еще не видел этот сказ, переходите по ссылке сверху. Смотрите с первой части и вы не пожалеете потраченного на это время. Но я решил включить этот эпизод, ибо он по своему сюжету гладко ложится в общую картину. Итак, Андрей Юрьевич Скляров. Южная Америка, Перу и Боливия задолго до инков. Если говорить в целом о Перу, то, пожалуй, это та страна, которая уже однозначно снимает все вопросы по существованию древней цивилизации. Древней, именно высоко развитой цивилизации. Здесь крайне мешает стереотип восприятия древностей, связанной с тем, что все это приписывается инкам. Но какие инки? Это цивилизация, которой 10 тысяч лет. Ведь по принятой ныне версии, практически все удивительные сооружения в Перу построены инками, максимум всего за пару сотен лет перед приходом испанцев. Но в таком случае надо переходить на язык камня и смотреть на древние сооружения с позиции не гуманитариев, а технарей. Анализировать особенности древних памятников, прежде всего с точки зрения строительства и обработки камня. И тогда становится просто очевидным, что в Южной Америке оставила свой след не только цивилизации инков. Древние строители умудрялись поднимать тяжелые камни не просто в горы, а даже на самые вершины почти отвесных скал. Таких, например, как Уайна Пикчу, которая возвышается над знаменитым комплексом Мачу-Пикчу, и издалека кажется абсолютно неприступной. Вот Мачу-Пикчу чем интересно? Тем, что здесь в одном месте собраны такие примеры каменного издательства, которые вообще, на самом деле говоря, так прямо, способны любому думающему человеку завернуть мозги в тугую узел. Чем это сделано? Причем, если один элемент вырезан в скале и составляет с ней единое целое, то материал второго явно отличается. Его сделали из какого-то другого куска горы и поставили сюда, предварительно подрезав под него гранитную скалу. Это просто фантастические технологии. Такие следы с готовностью демонстрируют в Мачу-Пикчу гиды, которые с упоением рассказывают доверчивым туристам о том, как именно индейцы будто бы создавали удивительные громадные сооружения вокруг. И это один единственный след клиновой технологии на все древние сооружения в Перу, да и тот, по сути, подделка. Все эти сооружения находятся в сейсмоопасной зоне, причем в зоне достаточно частых землетрясений и достаточно сильных землетрясений. В Саксайо-Амане мы видели в местах, где эта кладка слегка разрушена, что камни друг к другу еще и крепились с помощью шипов и проушин. То есть кладка обладала колоссальной сейсмоустойчивостью и, собственно, достояла до сих пор. Три яруса мощных зигзагообразных стен длиной более 300 метров из огромных каменных блоков выглядят очень внушительно и кажутся неприступной крепостью. Историки утверждают, что индейцы потратили несколько десятков лет упорного и напряженного труда на то, чтобы создать это выдающееся оборонительное сооружение, которое преграждало врагам путь к столице империи инков. Однако детальный анализ выявляет целый ряд странных моментов. Например, считается, что уникальная форма стен будто бы помогала обороне крепости, так как нападающие оказывались под огнем сразу с двух сторон. Если говорить с точки зрения версии крепости, то бессмысленно абсолютно вот это все сооружение в качестве крепости. Все, что оно обороняет, какой-то небольшой холм наверху. Холм, на котором стояли, на мой взгляд, только примитивные ингские сооружения. Вот археологи там проводят раскопки, там достаточно простые сооружения. Чего там, собственно, охранять, если за ними идет обрыв в сторону куска? Довольно часто можно встретить утверждение, что инки так строили свой город, чтобы он изображал пуму, священное для них животное. А стены Саксайо-Мана в таком случае оказывались зубами в пасти этой гигантской пумы. Другая версия гласит, что зигзагообразная форма стен – результат поклонения индейцев богу молнии. И в том и в другом случае нам предлагают поверить в то, что инки дошли до самого настоящего религиозного помешательства. Теория помешательства древних народов на религиозных культах остается весьма популярной среди историков до сих пор. Создание этих стен явно дело рук высокоразвитой цивилизации. Но зачем ей понадобилась крепость, которая вовсе не крепость? Может, ответ на вопрос подскажет странная форма стен? Вот эта зубчатая форма очень удобна действительно для того, чтобы гасить ударную волну за счет интерференции с отраженными ловными. Те, кто немножко разбирается в газодинамике, поймут, что это не пустые слова. Что за этим действительно стоят реальные физические процессы. При воздействии ударной волны основная нагрузка приходится на выступы зубчатых стен. И именно тут находятся самые большие, самые массивные блоки. Это вполне логичное решение, которое заметно увеличивает запас прочности каменной кладки при ударном воздействии. А для простых стен никакой необходимости в подобном усилении нет. Иногда встречается информация, что на стенах Суксуэмана есть следы оплавления. И в случае воздействия ударной волны такое вполне возможно. Прежде всего, как раз на внешних углах зубчатых стен. Но мы не обнаружили никаких видимых на глаз следов оплавления. Исходя из технологии пятого угла, которая, как мы уже знаем, используется для съема пси-энергии с пастбища, осмелюсь предположить, что это мегаустройство когда-то было воздвигнуто именно для такой цели. Оно работало гигантским каменным магнитом энергетических потоков. А вот в этом месте стоял контакт для перенаправления к получателю. Возможно, он был в виде стелы со шпилем. Или с каким-нибудь металлическим шаром. И, скорее всего, из какого-нибудь неведомого металла. А после его либо забрали с собой, как ценное оборудование, те, кто установил. Либо и инки на наконечники стрелы копи переплавили после очередной перезагрузки. Привет, народ! Я последний землянин. Все похерилось. Ставьте лайки и подписывайтесь. Мы здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok